История церкви, история пробуждения и пробуждения евангелистов. Мы говорили о Чарльзе Финея, да? До сих пор читают его работы, что-то находят. Я лично читал, нравится Слово Иисусу. Следующий евангелист, отличающийся от Чарльза Финея, это Дуайт Муди. И он, конечно же, был евангелистом следующего поколения. Дуайт Муди. Родился в 1837 году. Родился в 1837 году. Его отец рано умер, и их семья нуждалась. Они были достаточно бедными людьми. Муди, да. Он был таким плохим ребенком, мягко скажем. Но с детства, да, мягко, но с детства у него обнаружили способности к бизнесу. В 17 лет он уже самостоятельно едет в Бостон, чтобы начинать бизнес. А в 18 лет спасся, покаялся. Планы у него меняются. Он едет в Чикаго уже, чтобы заработать миллион долларов. Мечта, да, каждого американца, наверное. А вот. Стал продавцом обуви. И Украины, да? Стал продавцом обуви и преуспел в этом серьезно, начал преуспевать. Был частью церкви, коснешно же. Самое интересное, что служил в воскресной школе. Работал с детьми. Будучи богатым человеком. Это если... Знаете, есть такая фирма Хейнс. Кетчупы там, всякие закруточки, да. Основатель этой фирмы, он тоже был верующим, рожденным свыше человеком, реально. А еще ребенком он продавал петрушку так с тачки бабушкам. И потом понял, что это благодаря ему хозяйки уже в Америке не крутят, потому что его закрутки стоили дешевле, чем купить и закрутить дома. Он поставил это на поток. Он разбогател. И он был посвященным верующим человеком. Очень много жертвовал на миссию. Разорялся во время кризиса экономического США. После этого, когда ему было 70 лет, он разорился, представьте себе. Начал все сначала, поднялся вновь, завоевал Европу. И до конца своей жизни он проводил уроки в воскресной школе с детьми. Будучи, ну, миллионером уже, представьте себе. Этому Муди тоже нравилось работать с детьми. Он мало того, что он работал в воскресной школе, служил, также он работал с детьми на улице. Не обязательно с детьми улицы, это не обязательно были проблемные люди. Но он работал с детьми на улице. В конце концов, его такая паства детская выросла до полторы тысячи человек. Надо строить здания. Что-то надо делать с этими детьми. Он строит здания, начинают приходить взрослые люди. Около трех тысяч человек у него церковь. Только взрослых. И он становится пастором. Он становится пастором. Позже он едет в Англию, где встречается с Чарльз Пержин. Слышали, наверное, да? Король проповедников его называют. Баптистский проповедник. Правда, там у него покаяние через крещение или рождение свыше через крещение у него есть такие моменты. Но тем не менее. Общаясь с ним, он возвращается домой и шесть вечеров подряд делает такие семинары, проповедует только по одному стиху. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Чем он отличается от Фине? Финн проповедовал «ты грешник», а Муди впервые стал проповедовать то, как сегодня порой используют проповеди «Бог тебя любит». Самое интересное, что, допустим, вот каждый внес что-то, да, вот его принципом было «Бог тебя любит». Николас фон Цинцендорф, помните, да, пиетисты «Пробуждение», его основной фразой, основным лозунгом было «Приди к Богу, такой, какой ты есть». И мы сейчас говорим и то, и другое, и третье, да, и мы говорим, конечно, ты грешник. Мы говорим, но «Приди к Богу, такой, как ты есть». И мы говорим, «Бог тебя любит». Амин. И слава Богу, это благодаря этим людям нам не нужно выдумывать велосипед. Слава Господу. Хорошо. Что происходит? Его здание церкви сгорает, его, и он едет в Нью-Йорк заработать деньги, чтобы восстановить здание. Там у него, видно, какие-то возможности есть. Через время он едет в Англию, 1872 год, 1872 год проповедует в Англии, и на его собраниях происходит на самом деле такое пробуждение некое. До 20 тысяч человек приходят на его собрание. Когда он возвращается в Нью-Йорк, он продолжает это пробуждение, по три раза в день проповедует, по пять тысяч человек на каждом собрании. У него была группа бабушек-молитвенец, которые молились во время его собрания за него, молились до этого. Не он их просил, они сами это стали делать. И Муди был сторонником крещения Духом Святым с говорением на иных языках до Песятницы на Азуза с 3000. Мало того, он был образован человеком, он образовал Чикагский университет Муди, который существует до сих пор и проводит креационные исследования. То есть наука по слову Божьему, скажем так, как бы коротко. Мало того, он сам преподавал в университете. И даже, знаете, один биограф, который описывает его биографию, говорит, если бы вы зашли в студию студенческую, в класс студенческий, и увидели всех студентов, молящихся на языках, значит, недавно у них учил Муди. То есть вот так вот. Хорошо. И умер он в 1889 году. Да. В 1889 году он умер. Говорят, что лично проповедовал он около ста миллионам человек. Лично проповедовал около ста миллионам человек. И сегодня Билли Грэма называют Муди 20 века. Ста миллионам человек. Слава Богу. Будьте здоровы. Также в это же время, да, в этом же временном отрезке появляется движение, деноминация, не знаю, как ее назвать, которая известна нам сегодня как армия спасения. Слышали? Есть в Одессе армия спасения? В Молдове чуть не в каждом... Да вы что? Слава Богу. Пусть Господь благословит. Не знаю, не видно, погон не вижу. У нас в Молдове в каждом городе, слава Богу, есть в Маломальске большом. Армия спасения. Основателем армии спасения был человек по имени Вильям Бутс. Вильям Бутс. У нас как-то проходила конференция СНЛ, и армия спасения также принимала участие. Мы разбили служение. Были баптистские церкви, наши, армия спасения. Писянники как-то так не особо почему-то согласились. И каждый проводил служение. И было так интересно. Такая разница была. Да, мы потом баптисты выступали. Мессианская община вела одно собрание. И потом армия спасения со сборниками пела. Так прикольно. Слава Богу. Сейчас у нас там дядька хороший из Швеции возглавляет ее. Так я свободно говорю, потому что мы так свободно общаемся. Хорошие отношения. Слава Господу. А молодежь особенно там сотрудничает. Вместе евангелизации проводит. Хорошо. Спасся он, когда был молодым человеком, ему было лет 15, и спасся в методистской церкви. В 17 он уже проповедовал Евангелие. С детства у него, вот с того возраста молодого, как он обратился, у него было сердце к людям с проблемами такими. Да, он шел к бедным бомжам, алкоголикам, таким вот, знаете, как бы низшим слоям общества. Однажды он услышал проповедь своего методистского пастора о том, что смотрите, сколько в церкви пустых мест. Мы должны наполнить ее. Примерно так. И он решил наполнить. Он пошел в самые бедные районы там. Там собрал вот таких вот людей. На следующем собрании зал был полный, но пахло в зале по-серьезному. И тогда его пастырь подозвал после собрания и сказал, слушай, я кого сказал приводить? Нормальных людей приводить. Ты кого привел? И в нем это вызвало такую волну возмущения, что это не люди, что им не нужно спасение, что ли? И, конечно, это еще больше потолкнуло его к тому, чтобы проповедовать Евангелие таким людям. В 20 лет он едет в Лондон и знакомится там с евангелисткой Екатериной, которая в дальнейшем стала его женой Екатериной Буц. Евангелистка Екатерина. Они находят общий язык, влюбляются, женятся. Когда они проводят собрание, она также проводит собрание. Она также проповедует, он позволяет ей проповедовать. Но это проблема для методистов того времени. Собирают такой консилиум, конференцию, где ему говорят, она не должна проповедовать. То есть, что хочешь, делай. А она в это время стояла на балконе и все слышала. И когда этот приговор, скажем так, был вынесен, она не выдержалась с балкона и сказала, нет, делайте, что хотите, я буду проповедовать, я хочу проповедовать. И в это время происходит их разрыв с церковью методистов или с движением методистов. Они трудятся в Лондоне. И, конечно, в Лондоне там несколько. Обычно он так делится на западный и восточный район. Западный район – это богатые люди. Восточный район – это самые бедные люди. И большинство церквей находятся где в западном районе, где богатые. Все хотят открыть церковь там, начать свой приход там. Они же, наоборот, идут в восточный бедный район и основывают там христианскую миссию. За год у них 60 человек. За год у них 60 человек. Именно таких вот людей с бывшими проблемами – алкоголь, наркотики и так далее. Интересно, что именно сегодня мы используем практику личных свидетельств. Мы видим, что это открывает людей. Впервые они применили ее широко. Они не просто проповедовали Евангелие, проповедовали Евангелие, да. Но они применили такую тактику. Люди, которые избавились от каких-то проблем, у которых была серьезная грешная жизнь, они свидетельствовали, знаешь, что бог сделал в моей жизни. И рассказывали свое свидетельство. И это было ключом к тому бедному району Лондона. То есть это открывало сердце. Люди видели какой-то выход из своей безнадеги. Если ему помог, почему мне не поможет, да. И люди, слава богу, шли к богу. Именно тогда родилась вот такая вот традиция, что ли, да, личных свидетельств. Создает команду, которую называет Братство Аллилуйя. Создает команду, которую называет Братство Аллилуйя. И к этому времени уже где-то 1200 человек у него. Жесткая такая по-военному дисциплина была в то время у них. И в 1877 году официально появляется армия спасения. 1877 год. 1877 год. Официально появляется армия спасения. 1877 год. Появляется армия спасения. За первые 6 лет существования у них уже 900 корпусов. Ну это вот как церковь, да. Ну община, скажем так. За первые 6 лет 900 корпусов начинают. Выходят за пределы Англии и за пределами Англии уже в Европе, дальше в Америке 260 корпусов. Что-что? 900 в самой Англии, 260 за ее пределами. Что интересно, он усовременивал служение. И это хорошо. Как бы он был, ратовал за современную форму богослужения. В то время они исполняли модную музыку. Особенно модны были духовые инструменты, тарелки. А еще что было модно, это время, когда стали появляться такие профессии. Ну, как бы в почете были такие профессии, как военные, моряки и так далее. И форма, это было, знаете, как верх шика. То есть человек в форме, он привлекал внимание всех. Это было что-то. И поэтому вся армия спасения ходила в форме. Форма была такая с иголочки. Они делали парады на улицах, там, где играли, на инструментах. Они в парках, в парках их оркестры играли для людей. А люди танцевали, отдыхали, ходили. И таким образом тоже проповедовали Евангелие. Играли только современную музыку на тот момент. Такую блюзовую даже. Как бы, слава богу. Что еще? Он использовал все для проповеди Евангелия. Допустим, у него, у одного из самых первых в Англии был дорогой автомобиль. Такой с открытым верхом. И он приезжал в какую-то деревню, сам, допустим. Где люди, что автомобиль. Они там вообще мало что видели в своей жизни. Собиралась вся деревня вокруг автомобиля. И он им рассказывал про автомобиль в начале такой. Как он действует, что, что. Разрешал посидеть в салоне, там, попикать, потрогать его. А потом проповедовал им. Потом говорил, а теперь дискотека. И проповедовал им. Это здорово. Вильям Бутс считается изобретателем современных безопасных спичек серных. У него был завод, он не бедный был человеком. У него был свой завод, который изобретал вот эти современные спички. На коробках были написаны адреса собрания армии спасения. Потом он этот завод продал государству. И сегодня весь мир пользуется этими спичками. Интересно, что он также изобрел тем, чем сегодня пользуются все государства. Современную форму пенсионных фондов. Сначала у себя в организации, потом этим сегодня пользуется весь мир. Представьте себе. Я хочу вообще сказать. Вы знаете, вообще такое впечатление, что весь прогресс и развитие, и многие такие очень центральные вещи для развития человечества церковь дала людям. Я, когда учился в Киеве, у нас преподавал один брат в пенсионической церкви. Он ученый, доктор наук. И он, знаете, давал список, к сожалению, у меня его нет, где-то он потерян. Там список современных течений в науке, которые появились в 19-20 веке. Там типа океанология, вулканология и так далее. Основателями этих наук практически все были христиане. Практически все. Представьте себе. Мало того, как Писание говорит, что церковь полнота, наполняющая во всем. Она должна проникать всюду. На самом деле церковь была там, где никто не был. Вы знаете, да, что американцы высаживались на Луне. И одним из основных в команде австронавтов был человек по имени Нил Армстронг. Он был верующим человеком в пенсионической церкви. Мало того, он у меня служение пророка в пенсионической церкви. И я знаю, что они совершали там причастие. И вроде бы даже Библию оставляли вместе с американским флагом там на Луне. Церковь была на Луне. Один раз я смотрел, знаете, что передачи Кусто. Помните, был француз, он умер, который акваланг изобрел. Он неверующий, конечно, был человек абсолютно. Абсолютно это правда. Но передача у него интересная. И в одной из передач там они у берегов Амазонии, Амазонки снимают. И, ну, примерно так. Они идут, говорят, оп, смотрите, какая неведомая зверушка. Оп, посмотрите, какая птичка там уникальная. Вот растение очень редко. Это вообще край, где не ступала нога цивилизованного человека. Вот здесь то, здесь это. А теперь выходим на берег Амазонки. А вот, пятидесятники крестят индейцев. Вы что, церковь побывала там, где никто, наверное, не побывал. Что движет ее? Христос. Амэн. Слава Богу. Менделеев говорил, что он от Бога получил во сне эту таблицу, да. Ломоносов был верующим человеком. Он писал псалмы, да, в подражании псалмам. Очень многие люди, ученые, они двигающие прогресс, они были верующими людьми. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Умер в 1912 году. Умер в 1912 году. И последнее свое собрание провел в Лондонском королевском дворце. Настолько уже был почетным человеком. И на том собрании присутствовало 7 тысяч основных лидеров этого движения. В королевском дворце в Лондоне. 7 тысяч. А даты рождения? Нет у меня даты рождения. 7 тысяч лидеров присутствовало на том собрании основных. Слава Богу. И я читал книгу одного историка армии спасения. Он сам из армии спасения. Он сказал так. Вообще, Вильям Буц такой был властный, конечно, человек. Он мог одним голосом своим через микрофон парадом управлять и так далее. Он говорит, что если бы сегодня Вильям Буц вернулся в армию спасения, многие были бы недовольны, что он вернулся. И он бы был недовольен тем, что, может быть, увидел. Причем это я прочитал у самого спасенца, одного из лидеров армии спасения, который пишет об этом. Потому что все свелось в основном до социальной работы, часто сводится. А у нас в Кишиневе я даже встречал неверующих людей, которые работали как бы по социальной работе в армии спасения. Но изначально Вильям Буц у него была одна задача – проповедовать Евангелие. Амин. Хорошо. Давайте пойдем дальше. И мы говорили уже, что французская революция приносит безбожие, век модернизма, век разума. И в это время появляется то, что сегодня называют либеральной теологией. И самое интересное, что некоторые либеральные теологи считали, что спасают христианство, пытаясь примирить его как бы с миром. Понимаете? Потому что а так оно вообще исчезнет, будет отвергнуто. Но на самом деле, ну, вряд ли это можно назвать спасением. Правда же? Я вообще, знаете, честно, вот я по логике своей не могу понять, зачем быть верующим, считать себя христианином, являясь либеральным теологом, не веря в Иисуса как в Искупителя и Бога, не веря в Слово Божие достоверно, не веря в чудеса, которые описывает Библия. Я не понимаю, зачем тогда вообще быть верующим. Это что, один из видов философии, что ли? То есть принимать какую-то мораль. Да и мораль-то, в принципе, не принимают. Именно из либеральной теологии вышло то, что потом теологи стали мириться с гомосексуальными браками, там, автаназией, абортами и так далее. Сегодня англиканская церковь, это произошло, если я не ошибаюсь, лет 10 назад, она отменила доктрину об аде, потому что сказала, что религия не должна быть страшной, чтобы привлекать людей. Интересно, как таким образом она привлечет людей. Есть ряд, да, конфессий, которые не признают ад. Это адвентисты седьмого дня, допустим. И сейчас даже я знаю, насколько англиканская церковь благословляет гомосексуальные браки. Ну, конечно, это проблема. И это все последствия либеральной теологии, которая существует. Благодаря либеральной теологии появились церкви феминисток и библии феминисток. Вместо, где Бог, Он, они везде... То же самое и Библию, просто написали Бог, Она. И на распятии женщина у них. Так... Ну, ладно. Есть в церкви гомосексуалистов? А они там, где семья, тоже они пишут, что Он, Он, Она, Она. Так вот, такие моменты. И некоторые моменты, где ясно говорится, что это грех, они просто изъяли из Писания. И у них... Что-что еще раз? Изъяли эту главу, да? В Швеции запретили проповедовать на тему гомосексуализма в церквях. Но знаете, что сделали пастыря Швеции в тот день, когда вышло это постановление? Во всей Швеции одновременно проповедовали о гомосексуализме. Всех посадить не могли. Поэтому и даже дело не начали. Знаете, ну... Тогда это... Если мы говорим о свободах и правах человека, у меня есть свобода и права. Я же не называю конкретную фамилию и не говорю, Вася гомосексуалист плохой. Это проблемы Васи. Он сам с Богом разберется. Мне нужно за Васю молиться и проповедовать ему по возможности, да? А говорить о явлении, как о грехе, это в моем праве абсолютно. Я, конечно, не выдаю, не буду драться с ними там или яйцами в них кидать. Я думаю, это не поможет им обратиться и не настроить других против этого явления. Наоборот, скажут, вы фанатики, вы ненормальные, да? Движение против абортов в США иногда доходило до крайности. Когда там чуть врачей били, убили врача одного, который делал аборты. Ну, никак это не красит христианство. Правда же? То же самое, когда в Риге гомосексуалистов яйцами закидывали. Я не думаю, что это выход из ситуации. Христиане полноевангельские закидывали яйцами. Я не думаю, что это выход. Я не думаю, что это будет свидетельством для них, по крайней мере. Я понимаю, может, они никогда не примут моего свидетельства. Но своей жизнью я должен, да, своим словом я должен за свидетельство. Конечно же, я буду говорить, что я борюсь против этого явления. Я его ненавижу. Собрали 16 тысяч подписей, но все равно, кажется, закон пройдет. Сильно проплачивают его из Европы. Закон о недискриминации сексуальных меньшинств. Их и так никто не дискриминирует. То есть у нас нет хотя бы одного случая дискриминации гомосексуалиста на работе, или чтобы побили его. Такого нет. Следующий шаг, ну парады как парады. Парады это ерунда. Следующий шаг это узаконивание браков, а потом и брать детей на усыновление. И я обычно говорю так, знаете. И у нас даже в Молдове, такая достаточно консервативная страна, уже появились люди, которые говорят, ну и ладно, ну и пусть там. Они так говорят, пока это не коснулось их. Если бы это произошло с их детьми, я думаю, они бы смотрели по-другому. И еще есть один момент, знаете. Если гетеросексуальная пара берет ребенка, даже вот мы сейчас будем рассуждать как мирские, допустим. Берет ребенка, и она его воспитывает. У ребенка есть выбор. Стать, значит, гомосексуалистом или гетеросексуалом. Если человек воспитывается, берут ребенка и воспитывают в гомосексуальной семье, у него выбора практически нет. Почему? Потому что и дух ему говорят, вот это нормально, именно это. Они же претендуют на то, что они как бы элита вообще общества. Самые умные люди, самые образованные, самые изящные, самые-самые-самые и так далее. Ладно, хорошо. Это не наша тема сегодня. Мы пойдем дальше. Хорошо. И мы говорили уже о либеральной теологии, которая появляется, проникает в университеты, проникает в баптистские и методистские церкви, представьте себе. И сегодня она особенно распространена в Европе, в Америке не так. Также напишите. 1929 год. 1929 год. Папа Пий XI. Пий. Спасибо большое. Папа Пий XI. Папа Пий XI. Подписывает с Муссолини латеранский договор. Подписывает с Муссолини. Знаете, кто такой Муссолини? Латеранский договор. Подписывает с Муссолини латеранский договор. О статусе Ватикана. О статусе Ватикана. Он считается самостоятельной территорией Папы, и сегодня он самостоятельный город-государство, вы знаете, да? 44 гектара имеет. И туда провели железную дорогу непосредственно в Ватикан, чтобы он имел с остальным миром определенное вот такое вот сообщение. Статус Ватикана, самостоятельный город-государство. 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 Потому что армия спасения, она вначале была организована как нединаминационная, скажем так, организация. Евангельский союз. Я прочитаю, вы не записывайте, просто слушайте. Евангельский союз. Христианское студенческое движение. Христианская ассоциация молодых людей. Христианская ассоциация молодых женщин. Союз решительного христианства. Международный союз библейского чтения. Всемирная ассоциация воскресных школ. И так далее. Вот такие вот общества вне конфессиональные образуются. И, конечно же, они делают, как молодежь с миссией, может быть, слышали. То есть, они там... Young Life есть организация и так далее. То есть, они все направлены на евангелизацию. И они являются межконфессиональными организациями. Именно вот в это время это начинает происходить. То есть, это говорит о том, что ради проповеди Евангелия, ради общей Божьей работы, люди уже начали поступаться в хорошем смысле. Какими-то своими конфессиональными амбициями и начали работать вместе. Это говорит о том, что приходит определенный уровень, по крайней мере, единства. Амин. Сразу забегая вперед, я хочу сказать так, что все равно в здравом смысле мы должны оставаться библейскими сепаратистами. В каком смысле? Я сегодня не могу прийти и взять католика, который пророчествует от имени Марии, и молится мертвым. Я не могу сказать, ой, это мой брат во Христе, приходи ко мне проповедовать. Я буду аккуратен в этом. У нас сейчас есть в Кишиневе православная группа, вот, кстати, Виктор знает их, да? Это движение от Григория Кочеткова в Москве. Он тоже такой реформатор, не так далеко, может, как Александр Мень зашел, но тем не менее. И в православии он такой, как отщепенец считается, и даже своим движением больше через других людей руководит. Они очень продвинутые, более-менее, по крайней мере, наши относятся к протестантам. Нас приглашали, мы приходили к ним на небольшие такие собрания. Виктор постоянно ходил, еще у нас есть один брат, который с ними ходит. Ездил к ним там на конференцию, помогал им строить, у них есть такие дома-братства. Они строят типа молитвенных домов, строят молитвенные дома. Люди дают две-три десятины, православные люди. Одну там в церковь, другую на строительство братского дома, третью там еще куда-то. Они ездят же, они паломники в святые места. У них есть домашние группы, называется домашнее общение. Они так, как у нас. У нас пришел, не пришел, Вася упал, ну ладно, позвоним, помолимся. Они там вцепляются друг в друга. Реально, я с ними в Румынии встречался. Они могут, конечно, друг другу сказать все, что думают, но так и держатся друг от друга. И так возникает такое положительное отношение. Но тут же узнаешь, что у каждой домашней группы есть свой святой покровитель мертвый, которому они молятся. И ты уже так раз, чуть-чуть назад, конечно, не вопрос, мы к вам будем приходить, мы с вами будем общаться. Я не говорю, что вообще общаться не нужно. Нужно, но нужно нам влиять тогда в этом случае. Но я не могу сказать, все, это сто процентов наши евангельские братья и так далее. То есть есть определенная аккуратность в этом. Амин? Хорошо. И давайте запишите. В это же время, вернее, стали появляться новые деноминации. И напишите так. Рождение церкви адвентистов. Рождение церкви адвентистов. Вот сейчас и расскажем. Рождение церкви адвентистов. Адвентисты происходят от латинского слова «адвентус». Пришествие, ожидание пришествия, да? Адвентус. Пришествие. Отцом адвентистского движения является человек по имени Вильям Миллер. Вильям Миллер. Вильям Миллер. Родился в 1782 году в Массачусетсе. В 1782 году в семье фермера. Его родители были посвященными баптистами. И он был баптистом. Когда ему было 34 года, он был не очень грамотный человек. В теологии так точно. Но очень открытый, посвященный, верующий. Очень хороший человек. В 34 года у него такой произошел решительный поворот в Богу от формальной жизни с Господом. Он стал таким горячим христианином. Стал усердно изучать Писание. Особенное внимание уделял традиционным книгам Даниила и Откровения. Книга Даниила и Откровения. Две книги, на которых он делал упор. И пришел к убеждению, что скоро придет Христос, чтобы воздвигнуть свое царство. Стал вычислять по Даниилу и Откровениям. Это наследие осталось сегодня у свидетелей Иеговы и у адвентистов. Седьмого дня. Стал вычислять, изучать. И решил, что Христос придет 21 марта 1843 года. 21 марта 1843 года. Да вы что, серьезно? Ну все. Год просто он не понял, перепутал. 21 марта 1843 года. 21 марта 1843 года. Самое интересное, что тогда отношения в Америке между конфессиями были такие теплые. И так как его любили и уважали как проповедника, он проповедовал об этом в баптистских, методистских, пресвятерианских общинах. И вы знаете, Америку наполнила волна ожидания Христа. Вся страна, представьте себе, действительно, ждала пришествия Христа вот к этому времени. Люди продавали имущество, раздавали там бедным, ходили проповедовали Евангелие, ожидая Христа. Христос не пришел. Перенесли на следующий год тоже число, только следующий год, 44-й. Ждали, говорят, ну я ошибся в один год. Ждали, Христос не пришел. Это время называется Днем Великого Разочарования в истории Америки. Оно вошло в историю Америки, называется День Великого Разочарования. День Великого Разочарования. Конечно, разочарование. Как, будучи честным человеком, Вильям Мюллер кается публично, признает, что он, скажем так, ошибся, впал в заблуждение. Но его последователи продолжают в этом двигаться и говорят, что те, кто не признают скорого пришествия Христа и не делают упор на ожидания его ежедневном, опасны для церкви. Поэтому они призвали всех, кто держался вот этих взглядов, выйти из церквей. Из разных церквей вышли люди, которые назвали себя адвентистами. Но это еще не адвентисты седьмого дня. В Америке множество групп адвентистов, людей ожидающих. Они, по сути, как баптисты, только со своими там заморочками. Их множество. В основном это небольшие группы. Самым известным течением из адвентистов стало вот течение адвентистов седьмого дня. Это самая большая влиятельная группа адвентистов. Ее лидером и основательницей считается женщина по имени Елена Вайт. Елена Вайт. Она тоже баптистка бывшая. Елена Вайт. До этого уже возникали моменты с субботой. И вы знаете, да, что есть. Субботствующие баптисты есть. Субботствующие писятники. Духовные субботники есть. Вопрос о субботе вставал уже давно. У нее же было видение. Она вошла во святой святых, которые на небесах. Увидела ковчег открытый. И там лежали заповеди. И четвертая заповедь, она ярче всего горела. И она сказала, что вот сегодня это основная, скажем так, докрина адвентистов седьмого дня. Это так. Это основная доктрина у них сегодня. И все остальное церковь они считают вавилоном. Не знаю, как относятся к мессианским общинам. По-моему, тоже не очень. Так не особо. Относительно. Ну, их лидеры как относятся. Люди-то тоже относительно. И у нас пришла, и не одна и осталась. Это же не говорит ни о чем. Особое подмущение адвентистов седьмого дня в отношении нас и других протестантов, это они признают книгу Откровения. Как они признают? Они рассматривают ее как книгу Откровения, так как культисты. Так нет, не может быть. И молитвы на языках у них это ругательное. Ну, это мы знаем, да. Это не вопрос. Хотя последняя книга перед смертью Елены Уайт была о духовных дарах. У меня эта книга есть. Слава Богу. Хорошо. И в 1863, в 1863 официально появилась церковь адвентистов седьмого дня. В 1863 официально появилась церковь адвентистов седьмого дня. Потом из адвентистов седьмого дня вышел Чарльз Рассел, основатель свидетелей Еговы. Отсюда им передалась любовь. Тоже высчитывать даты пришествия Иисуса Христа. И несколько раз они уже облажались. Но члены, которые пришли только сегодня, они даже об этом не знают. Они об этом не говорят. Они изымают сейчас некоторые журналы, которые были до этого. У них же было учение, что люди, родившиеся в 1914 году, должны увидеть пришествие Иисуса Христа. Сначала же они объявили 14-й год Армагеддоном. И когда началась Первая мировая война, они сказали, вот он, Армагеддон. Но на самом деле оказалось, что это просто Первая мировая война. Тогда они сказали так. Ага, это духовно Христос пришел в 1914 году. И он явит себя. Написано, что его явление увидят люди, рожденные в этом поколении. Они так вот истрактовали местописание. Но вот время проходит. Сколько осталось тех людей, которые родились в 1914 году. Поэтому они начинают изымать журналы с этим учением, чтобы новые члены об этом уже не знали. Представьте себе. На одном таком вот моменте, когда их доктрины менялись, от них ушла одна сестра. Она сегодня у нас один из пастырей церкви, Людмила Романовна Кучук. Она была 4 года у свидетелей головы. И когда увидела, что доктрины меняются, она подошла и сказала, послушайте, а вы мне говорили, что там в Бруклине этот верный раб, ну там верный раб, это вот их глава, да, их лидеры. Он же не ошибается. Ну, они люди, они тоже ошибаются. Вообще, у них до этого доктрина была, что они ошибаются. Она говорит, ну если ошибаются, то куда же они меня могут завести? Тогда я сказал, спасибо, до свидания. Ей всегда за Христа было обидно, что они его так уничижают. И сегодня она, слава Богу, служит Господу. Хорошо. Также появляется такое течение, как христианская наука. Христианской церковью его назвать нельзя. Христианская наука. Основатель Мэри Беккер. Основатель Мэри Беккер. Мэри Беккер. Мэри Беккер, да. Это женщина, да, да, да. В ее жизни произошло событие, которое повлияло на то, что появилась христианская наука. Она была болезненным человеком. С детства у нее всевозможные были болезни, ее мучили. В связи с этим депрессия. Никакие специалисты и медицинские средства ей не помогали. И у нее произошел такой случай, когда она однажды каталась на льду, упала, потеряла сознание. И после этого случая лежала в постели, все плохо, жить не хочется. И взяла в руки Библию. Стала читать Писание. Стала читать Писание. И прочитала это место, где Бог сказал, дочь моя, встань и ходи, да. И она получила это как откровение своего рода. Встала, оделась и пошла. С этого момента, как она говорит, она получила абсолютное исцеление от всех своих болезней. И, в общем, ну, довольна была этим и радовалась. Что происходит? Она начинает говорить следующее. Что все болезни имеют духовный корень. Да, все болезни имеют духовный корень. Это какой урок был у нас? Второй, да? Ага, хорошо. Все болезни имеют духовный корень. И просто исцелением не могут являться врачи, не могут являться лекарства, а только Бог. И чтобы исцелиться, нужно иметь правильный образ мышления, верить в то, что Бог может это сделать, верить, что ты исцелен, и ты исцелишься. И самое интересное, что сегодня христианская наука, она христианской не является. То есть они и на Христа не смотрят, как на Бога, она как пример для подражания и так далее. Но определенный толчок это сделало в том, что у церкви проснулся интерес к моменту сверхъестественного исцеления в Библии. О чем сегодня учат? То, что сегодня используют в церкви и то, что сегодня есть. Хорошо. И что можно еще сказать? В то же примерно время появляются такие движения, как свидетели Иеговы, мормоны. Но мы их рассматривать не будем, они христианскими не являются. Просто отметим, что определенная жажда по Богу в то время была. Но не все находили правильно свой путь. Хорошо. Давайте сделаем перерыв после перерыва. Продолжение следует...